От всего сердца примите благодарность за мирное небо над головой. Иван Порфирьевич Зима – эталон мужества. В конце 43-го года в составе 153-го полка воздушно-десантных войск он был направлен на Западную Украину в районе городов Львов и Мукачева. 75-летием Великой Победы ветерана поздравил исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Андрей Булгаков. Иван Порфирьевич, как и большинство россиян, вынужденно находится дома. Поэтому поздравления участник войны принимал на лоджии квартиры. Вы наш герой. Мы все гордимся, что вы рядом с нами. И мы имеем честь здесь находиться перед вашими окнами. Вы настоящий герой. Вы все сделали для Щелкова, для Родины, для Подмосковья. И очень хочется вам пожелать, чтобы вы были подольше рядом с нами. Крепкого здоровья. Слава нашему Ивану Порфирьевичу. Слава нашему ветерану. В годы Великой Отечественной войны Иван Зима боролся не на жизнь, а на смерть с немецкими захватчиками, украинской повстанческой армией и бандеровцами, которые оказывали поддержку немецким войскам. Поэтому долгожданной победе радуются, не сдерживая скупую мужскую слезу. Такого подарка в период самоизоляции ветеран точно не ожидал. Поздравление от исполняющего полномочия главы получил и Василий Николаевич Фроловский. К поздравлению ветерана присоединилась руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области Ольга Федина. Они лично приехали к человеку, прошедшему всю войну в разведке, поблагодарили его за отвагу, проявленное мужество и преподнесли нужный подарок. Пылесос. Вы же хотели его? Заказывали? Спасибо, спасибо. Василий Николаевич, чем мы можем вам еще помочь? С ногами помочь. Обязательно. Обязательно. А больше мне сердечко работает, нормально все. А ноги подводят. Я буду вам звонить сам, мои помощники. И сразу после окончания ограничительных вот этих историй обязательно с врачами решим. Спасибо от чистого сердца, от всех вот россиян. Спасибо огромное. Долгих вам лет еще жизни. Счастливых. Здоровья самое главное. А в этом доме в микрорайоне Чкаловский, в ничем не примечательной обычной девятиэтажке, живет ветеран Великой Отечественной войны Григорий Иванович Тищенко. Григорий Иванович Фронтовик участвовал в боях по освобождении Белоруссии. Подарком Григорию Ивановичу от руководителя муниципалитета к 75-й годовщине Великой Победы стала новая газовая плита. Но, пожалуй, самое главное – внимание и теплые слова признательности. За тот подвиг и проявленный героизм, без которого не было бы победы. Анна Балиет, Михаил Налетов, Александр Оржевский, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.